...78 года, из которого, в общем-то, у меня все началось и резко изменилась моя судьба. В хорошую сторону. Хотя я, конечно, стал заниматься делом кровавым, это поэзия. И сейчас я кое-что еще... Вам это интересно, то, что я расскажу? Да, да. И землю плювами кололи, и оперение цвета стали переплавлялось в цвета смоли. Сентябрь кончался, все пустело, и неуютным становилось. Листвы безжизненное тело давно сдалось ветрам на милость, и наступает день разлуки. Летят грачи из картавых граев, они мне крылья, я им руки во след друг друг простирали. На могиле матери актрисы, прожившей 37 лет. Ни конца, ни конца, ни края мечте, но написано на гранитной серой плите. Л. Фетисова умереть, потому же весной дождь процессия. Возраст выдался, родовой профессия. В понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И обратно жизнь никогда не попятится. На воде речи мокрый снег не поконится и молчит средь крестов коллег Богородицы. Отца записки, руководили мной записки. Когда из школы приходил, я в холодильнике, на миске, клочок гуманино ходил. Там говорилось, что в кастрюле, и как мне что разогревать. Года летели, словно пули, не собираясь убивать. Прочтя выбрасывал всегда их записки тем, и грел еду, и ел. Ни капли не страдаю, что никогда их не найду. Стою на кухне, как в пустыне, вскивает что-то на плите, и превращаются в святые записки тем, записки тем. Ну, я могу вас порадовать. Вот насчет вопросов, это вот идея, это очаровательная ведущая. Я сам иногда прошу, чтобы мне что-то спросили. Не на вопрос, а представьте. Где бы ни выступал, наоборот, подольше почитайте, побольше. Ну, вот, в начале, когда я стал выступать, такое было бюро пропаганды. Я, наверное, там был самый молодой члены Союза писателей. Они даже не противились, потому что я им какую-то трибы приносил. Там была такая тетя Тоня Максимова. Я по много-по много раз ездил в каждую точку. Это было под Москвой, и не только. И Москва, конечно, и очень, как я не люблю это слово, престижные места. И какие-то школы, детские сады. Это было замечательное время. Я очень много-много-много выступал. Вот. И мой папа, он вот, когда узнал, что я стал писать стихи, я вот так устроен, что я хочу в каждом выступлении я стараюсь о большем количестве людей вспомнить. Потому что даже если они, может быть, этому не так служили, лишний раз им там не повредит. Потому что о себе, и мои стихи, кстати, уже как разлетелись, и что вас о себе рассказывают. Ну вот, я знаю, что вы со мной ничего не спросите. Я все-таки буду как-то вспоминать в связи с этим щемящим местом, где мы находимся. И вот я вспомнил, у папы был приятель один. Он, они до войны с ним ходили по Подмосковью. Они вместе отдыхали на даче. Он так слегка заикался, и он говорит, Лёва, послушай, это папа рассказывал, на затылке кельки. Он все время читал Есенина. Потом, после войны, он стал известным поэтом. И они расстались, не виделись. И когда я первый раз напечатался, они встретились. Потому что этот человек был очень хороший поэт. Он его прочитал и пригласил папу там, это у метро аэропорта. Я с ним не виделся. Это был Александр Межин. И вот он про это стихотворение сказал, вот, про Грачина. Лёва, это он поэт, он говорит, я не знаю, что будет. И вот он говорит, что по мне, говорит, писали Анинские, там, все, кто только не писал. Но вот есть такая Татьяна Глушкова. Она, говорит, написала обо мне статью в литературке, называлась «Мастер». Просто я все помню в детали. Это так и было. И она, говорит, меня, говорит, Лёва, она меня размазала, это был просто попозор. Но выдавая этой страшной женщине, отдадим Сережиной стихи. И через две недели Глушкова очень нежно стала меня приглашать к себе в Малиевку несколько раз и очень тоже много мне рассказала приятно. Он написал, это все лежит у меня в столах. Просто я лишний раз вот вспомнил, как вот начинал. Потом Олег Ермин, Акуров взял меня без экзаменов. Тоже вот я обычно вспоминаю. Такой был замечательный поэт. Через Новый мир он меня перетащил в литературный. Но, слава Богу, там я не учился по-настоящему, потому что я уже учился в Чутинском. А было такое правило, что нельзя было учиться в букву унитанных. Я и там-то в двойшке. И у меня в среднем был аттестат здесь, в этой английской школе, тоже по двойшке. Из шлейфа потом очень хороший. Я не умел ходить в строю, и жаловались педагоги. Отца просили о подмоге, и в школу тот шагал мою. Там узнавал он каждый раз, что сын подобие избоя, что если строим входит класс, сын выбивается из строя. И двойка мне была конца, и без конца десятилетка. И жалко было мне отца, так мощный ствол жалеет ветка, забыв, что дерево едино, когда его клюет топор. И я не знаю, в чем причина, что не в строю это до сих пор. А в каком году вот была ваша встреча первая с Александром Петровичем Межуровым? А мы с ними встречались. Я говорю, в каком году это было? Это было в 79-м. В 79-м году? Да. И где вы с ним встречались? Папа, папа. Папа, когда встречался, где он с ним встречался? Он встречался где-то на улице Черняковского. В его квартире. В его квартире? Да. И он жил в аэропорте 23. Ну, там в аэропорте, это еще не просто. Это вообще не спасло гостя. Вот это тоже стихотворение, которое я всегда... Я просто вспоминаю обо всем, кто был как-то связан. Ну, конечно, отдельно это я вспоминаю про Маргарету Алигер, которая написала довольно большую статью. Это было, в общем-то, это была сенсация. Мне тогда было 22 года. Это была публикация «Вечерней Москве». Это трудно себе представить, но эти газеты даже нельзя сравнить с нынешними. Потому что там читала вся Москва, и была огромная подборка. И вот в каждой моей книге обязательно дают врез из Тамбуля. Не знаю, много кто написал. Но вот, конечно, главное, кто во мне так написал мощное, это была Маргарита Алигер. И как она к этому подходила, это целая история. И как она позвонила Андрею Дементьевичу, нашему любимому редактору, вынула это вот, Дементьеву. В общем, меня никто нигде никогда не гнал. Вот это был огромный плюс. Как-то все было в жизни плавно, в хорошем смысле, мягко, так по спирали. Так что, в общем, ну вот такие стихи. Ну, я так понимаю, что я вам просто это рассказываю. Ну, вот вам это интересно слушать? Да, 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 очень. Потому что это уж такая тишина. Это самое ценное, но я все-таки решил спросить. Бумажек-то нет? Есть, уже есть. Уже есть. И ручки не сможете. Брови надо писать. Я всегда говорю, когда у меня раз в три спрашивали, вы на компьютере пишете? Все эти какие-то вопросы. Я говорю, лучшее написано гусиным пером. Сразу выносит. Да. Назвали пса пиратом во враге по добра, Но в чудище лохматом был самый тихий нрав. Не отходил от утки, ловил зубами мук, Смотрел, как бродят утки, теряя белый пук. Хозяин в день зарплаты не раз его бронил, Но, протрезвев с пиратом, в ночное уходил. Кончались поле сутки. Уютно было псу, шипели самокрутки, Упавшие в росу. И пса брала из дома, укачивала степь. А утром снова дома позвякивает цепь. Нескоро до заката. Жара пить провались, И тут-то у пирата щенята родились. Ошиблись, значит, спички. Пиратки стали звать. Грызет хозяин спичку, Чистит детей и мать. И как он не заметил, Особенности пса. Давно живет на свете. Ну прямо чудеса. И с той поры он косит, И пьяный, и лежит. Нет, нет, и кто-то спросит. А сам-то мужик. АПЛОДИСМЕНТЫ Я открываю легенду патриарши. А вот, ну как-то все повторяется. Ровно 48 лет назад Я с девочками, старшеклассницами, Здесь катаюсь, вот в этом углу. И идет какая-то такая полная тетя В какой-то шикарной шубе. И несет, не жвачка. Со словами, Где этот легендарный Таратотик? То есть, они, эти тети, Видели моего папу На родительских собраниях, Которого заплевывали всегда учителя. И вот, эта тетя, она, значит, То ли была дочь, то ли жена. Потом же я знал, кто такая вот, Я сидел с ней, Женя Челомей. Это был Челомей, Они привозили, значит, Так они здесь жили, А потом тут эти квартиры На машине хотят вот идти 3 минуты. И, ну, это был такой ракетчик. Вот они конкурировали с Королевым, По-моему, не любили друг друга. Но она вот решила со мной познакомиться. Вот легендарный Таратотик Прошло 48 лет. Легенда Патриэш. Вот она мне принесла эти сладости. А я всегда был в окружении девочек. У меня как-то друзей практически не было. Всегда девочки. И вот я уже когда тут выступал, Я вспомнил, что вот здесь там Соседний подъезд по Мактоне. Там вот я играл в бутылочку. То есть мы отсюда шли, Пока папа не узнал, Потом он запретил, Сказал, что это Мещанская за ним. Вот я решил вам это рассказать. И вот сейчас я перехожу к этому истворению. Я несколько раз бывал в этом доме. Мы с ней общались, пили коньяк. Лена Абрасова. И она очень хотела, Чтобы вот это истворение, Которое я читаю, я посвятил ей. Ну, вот книжка вышла, Но уже без Абрасовой. Вот там, в том доме, перебыл. Все это вижу, конечно, Я вот так устроен, И вот это мое счастье, Что я все помню. Навьев судьбу, Бог выдаст визу, Нужней уже не будет виз. И по судьбе, Как по карнизу, Пойдешь стремясь, Не рухнуть вниз. Карниз то шире, То вдруг уже, То треснул, То обледенел, То ты внутри, То ты снаружи, Дождя Из падающих тел. Хранитель ангел и капризин, Тебя подхватывает он, И ты помыненно карнизу, Идешь куда-то, Вдоль от Бога. Не сбавил скорость, Не наузил, Не свел тогда ее к нулю, А океан-фарватер сузил, Подбросив айсберг кораблю. Уже в ногах была вода, И в небе Петр гремел, Ключами встал дирижон. Мы, англичане, Мы, англичане, господа, Тонул под музыку титами, Глотал Атлантику разрыг, Навечно он ко дну пристанет, До цели, Так и доплыв, А звезды, говорят, сияли, Над ним в ту ночь, Как и когда, И мы плевем, Мы, россияне, Мы, россияне, господа. На море шти, Это море в тоске, В небе медуза и тучка, Крабик рисует клешней на песке, Что-то свое самоучка. Рядом лежит опустевший рапан, Окаменевшее ухо. Слышит оно, как устеет туман, Слышит движение пуха, Слышит, как где-то в глубинах скользят Рыбы со взглядами статуи, Слышит все то, что услышать нельзя, За тишину, как нератуй, Слышит, наверное, как хищник морской Рвет свою жертву на части, Крабик, рапан, И на море покоя, И ощущение счастья. Так бывает, Не выдержит леска, Если рыба судьба тяжела. Вот и вас, капитан Маринеско, Потопили земные дела. Благодарная родина нема, Лишь недавно сказала о вас, Лучше бы вы, Как жульверновский нема, Повстречали последний свой час На подлодке тринадцатый номер, И поставила зависть капкан, В нищете и безвестности помер Легендарный ее капитан, Что творят, Здесь не ведают сами, Заблудилась страна во врагах, И сперва добивают на камень, А посмертно мысль. Вот это створение как-то, В общем, Я не отказывался, Но почему-то отвело меня от армии, Это целая история, Но через тридцать лет Я это открылась, Через поле поправления. Он покорник, Это давно был. Я вспомнил, Как поймем, Раз уж такое место. Вот тоже створение, Которое, Ну, как бы, Его предоставления много, Долго не печатали, Но потом стали печатать Вальмонахов, Там такая была Нина Семена Куденая, Там мою книгу Украли с плана, Сказали, что я еще маленький, Это был такой московский рабочий. Она возмутилась, И дала несколько моих больших Публикаций, Вальмонахи чистые пруды. А там были все время, Вот там были покойники, Там были Бугаков, Ахмаков, И я, Я как-то все время вот Ближе к молодежьему. Ну, Так получается. Все больше требуют сноровки Нас окружающая жизнь, Попробуй нынче удержись, Идут по жизни полукровки, И это им порой непросто, Они ведь отошли от ГОСТа, Бывает, что они умней, Сторонней чистоты кровей Их ненавидят, Как коней, Нечисто кровнейшей породы, Котов он их соскачет, Снять, Но те рождаются опять И ходят чистые народы, А люди всудят по делам, Живут мулаты и метисы, И ненужны им бессектрисы, Что кровь разделит пополам. Это створение мне самому очень нравится. Теперь мы уже проверены временем. А это створение я давно написал, Но я его в последнее время Сам сидит, читаю, Я вообще-то читаю визу Те стихи, которые я написал 38 лет назад. Я новые стихи никак не могу выучить, По книжке. Но те стихи, которые я читаю, Они что-то не устаревают, А как-то наоборот, Набирают силу. Вот тоже это створение с прошлого, Которое я в последнее время Стал себе сам читать, Отойдут и читаю. Такое откровенное признание Нас всех расставит по местам Придирчивое время. И будет ли в почете там, Познавши славу дремя, Ковален жизненный успех, Зависящий от времени. Нас по местам расставит всех Придирчивое время. И это для себя открыт, Ты все же хочешь славы, Так ветер тратит свой порой, Чтоб слышал шум дуба. Это хорошее створение. И вот это тоже створение. Сегодня как-то я необычный, Здесь очень уютно. Мне здесь очень нравится. Я как-то, как никогда Сегодня введу вечер. Ну, в принципе, как мне видела Наша очаровательная ведущая, Ну, так, по мотиву. Когда я стал общаться по телефону, Опять же, мы не общались близко никак, Он очень плохо себя чувствовал, Он умирал, но вот я о нем всегда вспоминаю, В этом актере, в общем, писателе, Это Леонид Рядин Филат. И он очень много сделал. У меня была мечта, У меня было две мечты. В принципе, я не сбились, Ничего не осталось. Это я в 81-м году, После какой-то публикации В журнале «Юность» И в «Толстом журнале» «Юность» была лучше всех. Я гоню, даже Собрановский. Вот. Я о нем могу вспомнить, Потому что он мне хорошие вещи сказал, Хотя так довольно круто. И я ходил по квартире, По своей мазвимус, И болтался, И думал, что это отчет жизни. Я посмотрел на себя в зеркало, Когда я был, вообще-то, не урод, симпатичный. Я думал, мне не нужна Известность такая при жизни. Хорошо, чтобы 10 стихи, И остались после меня. Вторая мечта сразу смыла первую. Я подумал, что я очень бы хотел, Если со мной будут считаться, Естественно, через стихи, Которые уже появились, Напомнить о своей маме, Которая в 37 лет умерла, И легенда, и она уже легенда уходила. Потому что по техническим причинам, Она нигде не снималась, Отказывалась, Это была, как теперь стали, Суперзвезда. То есть поклонялись, В общем, Берию толкнула, Сказала, Боже, какую там. Папа ждал, Потом меня бы не было. В общем, короче говоря, И у меня все это получилось. И я стал печататься, Потом появились передачи. И вот практически умирающий, Пилатов, Он хорошо, вот если им говорили, Говорит, а как же мне, Лада Матушкина? Но я когда приехал из какого-то там Далекого города, Я помню, что среди студентов Кто-то говорил, что здесь вот училась Какая-то потрясающая актриса, Красавица, но главная, Великая актриса, легендарная, Которая умерла, она училась в Чутицке. Я, ну, он посчитал правильно, Через три года он поступил. Вот. И он сказал, как будем делать? Я говорю, знаете, Леня, Давайте по мотиву. Он говорит, точно. Вот я так все это по мотивам Рассказываю. И, конечно, Все-таки с иронией, Потому что меня вот воспитывал папа, Он всегда говорил, сынок, Когда он уже видел, Как у меня прошли дела, Ирония, ирония, И еще раз сам ирония. И вот я давно тоже написал Представитель, который я тоже себе Читаю иногда. В этой жизни вороньей, В беспобедной борьбе, Относитесь с иронией Ко всему и к себе. Не в короне на троне, В шутовском колпаке, Относитесь с иронией, К этому на реке. Лист, как память о гроне, Причем не и зимой. Относитесь с иронией, Даже к смерти самой. Ну, вот это не само так. И когда вы получили на месте, Я его прошу читаю. Хотя вот, Ну, коллеги, они так, Чтобы только я им не мешал, Сам. Потому что они, как правило, Шли группами. Вот. Как вот некоторые, Я знал, После этих композиторов, Шли в кельваторе, Сверином. Потому что, тем более, Я, когда Сиротел, Я и до этого не почувствовал. Потому что, У меня был потрясающий папа. Вообще, у меня безумно Кристос родители, Как никому. И все это было закрыто. Я не почувствовал, Что я сирота. И, Естественно, Меня подхватывали, Папе помогали, Но это чпуха, Это все-таки Секунды, Все делал папа. И, Я периодически Находился Под присмотром Жили Паркофьевым. Верник Сангрия Вильсона, Она прямо В ней квартира была Напротив хата. Я не этот театр Не знаю сейчас, Я тоже хат. Папа был тоже Племянник Выбори Нежного. Это был главный Администрат Станиславского. И папа видел Репетиции Трех сестер мальчиков. Он был Феноменальный театрал. А потом выяснил, Что он же Несенний в них Как пись. Кстати, Не ходил в театр Советской Армии. А потом, Когда уже Она сказала, Ты что не видел? Ты учитель и танцев Зелькин. Он пошел Потрясеный Здесь. А потом уже Люся показала Семь класс. Там уже все Сошли с ума. Вот. И Я, конечно, Все-таки Это все Хоть и двоечник, Но все впитываю. У меня было Потрясающее Окружение. И вот Я вспоминаю Все время Этот папу. Конечно, Как он так Глушкова, Я вам говорил, Я тоже о ней напоминаю, Ее не помню. Но вот тот же Александр Межин, Очень хороший парят, Он сказал, Что давай Испытаем его. Серега еще Маленький, И она его там уделает, Как у меня В этом месте Маски. Я знаю, Что она написала, Видимо, Так, Глубинец. Вот. Но тем не менее, Она была Очень такая Жесткая. У нее была Проблема. У нее кто давлил Чем-то. Она была Красавица. У нее был Такой Учим Изуродцем, Изуродное лицо, Язва. И она Несколько раз Приглашала. Если Александра Я Катру Еще не видел К ней Ее есть Много раз. И она Много Очень хорошего Скала. И она Сказала Такую Лечь. Сережа, Говорит, У вас Уникальная Есть тема. И вот Что еще Тема Тема Войны. Тема Родителей. Что Как вы Пишите Родителей, Так Никто Не писал. Потому Что Это Меня Видимо Задело. Я Вспоминаю, Что Я Как Противороман С одной Аттрисой Молодой. Она Много Снималась. Я Повел Именно Новодевич Все Хотели, Чтобы Я Провел Могилу Показывал Естественно Мамину Вот И я Смотрю У нее Такое Лицо Красивое Какие-то Точечки Пупырышки Я Думаю Как же Круг Планка Она Говорит Да Вот Это У меня Ветрянка Меня Родители Не Уберегли Я Пришел Папе Рассказал Слушай Ветрянка А у У меня Никогда Болезни Не Был Я Ни Разу Не Болел Чуть Не Которые Болезни Но Они Учились И Вот Он Сказал Как же У тебя Была Ветрянка Только Ты Просто Очень Крепкий Здоровый И Поэтому У тебя Это Все Было Быстрее Чем У Других Вот Две Ночи Я Сидел Над тобой Хотя Он Работал В Госбанке Меня Один Растили Направил Абажур Не Абажур Абажур Вер Вер Чтобы Меня Не Будить И Каждый Раз Зеленкой Мазу Передавали Чтоб Ты У Небыл Красивый Чтоб Ты У Небыл Красивый Каждый Раз Зеленкой Чтобы Я Не Рачесал Вот Это Красиво Некрасиво Красиво Красиво Я Просто Спомнил Такая Щемящая Титаль Он Сидел Две Ночи Я Не Знаю Кто На Тебе Держит Правда Он Потом Говорил Ничего Я Берегу Его Сон Всего Двойки Приносит Вот И Менем Такая Ситуация Поэтому Меня Растили Помогали Папе Очень Многим Известным Детелям Которые Кстати Говорили Ему Лева Не Левевай Серегу Береги Он Вечен Он Еще Всем Покажет И Когда Это Все Произошло Все Все Были Очень Рады Какие Вопросы Есть У Вас Я Сегодня Несно Сработаю Я Жизнь Да Стихи Как же Я То Что Читал А Еще Во Сколько Лет Папа Ушел Пап Ушел 87 Вот Кстати Он Очень Нездоровый Человек И Все Говорили Когда Это Случилось Что Он Уже Позже Что Я Могу Быть Один Поэтому Пожалуйста Вся Книга Посвящена Ну Вот Сих Валение Жизнь Разделилась На Этапы Кто Колосится Кто Ж Не Вьет Свидетельство О Смерти Папы И О Рождении Сво Несу Во Внутреннем Кармане В Еще Неведомый Собес И Непонятен Мне И Странен Союз Собес От Небес А Год 2010 Идет Тем Временем Концу Горячий Дымный Проклятый Он Помереть Помог Отцу И Этот Клин Не Выбить Клину И Небо Залито Свинцом Итог Я Был Надежным Сыном А Он Великим Молодцем Хороший Вопрос Но Всем Известно С Давних Бор О Двух Концах Бывает Палка Он Вышел Бить И Вышел Сам Чтоб Встать Потом На Пьедестале Чтоб И Капухшим Кулакам Метал Прикладывать Медами И Как В Заброшенном Гнезде На Ярком Риме Снова Пусто Уходит Он Держа В Узде Ударом Взор Медич Я Думаю Что Надо Ехать И Показать Им Какие Мы Сильные Ловки Русские Сполю Боя Не Уходят Я Хочу Тоже Сказать Аллочка Алла Дергивна Это Тоже Легендарная Личность Я Сам Видел Как Все Олигархи Встают Во фронт Перед ней Это Финансист Вообще Легендарная Личность Экономист Которая Говорит Потрясающе И может Победить В разговоре Любого Самого Умного Специалиста Я Сам Я Говорю По поводу Передачи Спознанной Да Так Легко Размаз Я Ответил Нет Да Конечно Ну Стоя Снова Здесь Две Удар Взорванные Чувства Я Лучше Не Скажу То есть у каждого Должен быть свой выбор И он Основан У каждого Конечно Но стихи Прекрасные Да Стихи Мне Я Я Увидела На Платье Когда Не Сережа Мы Их Раздражаем Поэтому Надо Не Да О Это Хороший Вопрос Надо Все Книжку Зарить Я Думаю Я Задала Вопрос Вам Но Каждый Из Нас Присутствующий Здесь Где-то Я На Это Рассчитывала Внутренне Может Гермогласно А может Просто Не Ответь Зебе На Это Главное Я Справился С Что Хороший Вопрос Это Для Моего Интеллекта Что Предшествует Созданию Стихотворения Озарение Или Все Таки Регулярный Труд Да Какой Труд В общем Это Все Как бы Происходит Быстро Тут Трудно Что-либо Говорить Я Плачу Тем Что Какая-то Грусть У меня Жуткая Память Детальная Которая Богатство И в то же Время Без Нее Никак С ней Очень Трудно Потому Действительно Я Не то Что Вчера Сегодня Утром Вижу Этих Девочек Которые Сами Катаются Это Мама Родница Челомей Которые Говорят Где этот Легендарный Таратутик Вот Ну Я Видимо Тоже Это Мое Счастье Ну Как раз Лена Вранцова Сидел Я У нее На Там У нее Был Такой Она Меха Шутила Что Это Ей Подарил Ей Доминги Подарил Какая-то В Барселоне Кто-то Или В Кадисе Я Просто Всюду Плавал В общем Скоровелло Колумба Этот Сундук Но Что-то Он Очень Новый Я Представляю Когда Они Приехали Там Остатки Без Зубов Без Волос Перебитые Друга Съели Забить Каньяком Хорошим Прямо Так Бутылки Валяются Мы Так И Мы С ней Так Много Беседовали По поводу Творчества И Вот Тоже Как-то Все Это Было Ее Уже Нет Все Это Накапливается Во Мне Иногда Происходит Сотворение Стекотворение Я Некрофоман Я пишу Немного Вот Я Очень Ленивый Что Тоже Я Как Пописал Здесь Спасительная Тень Здесь Спасительная Лень Лень Тоже Очень Вещь Неплохая Если Все Типят Бога Как-то В журнале Студический Меридян Я Даже Об этом Напоминаю Что Тоже Никто Не Помнит Но Это Все Журналы Берине Эти Вот Которые Некеоскер Сказал Забитые Киоски Они же Все Потом Идут На Резку Они Полгода Лежат Потом Их Отправляют Разрезают Эти Журналы Там Спросили Что Надо Сделать Вот К этому Вопросу Чтобы Быть Сережей Каратутой Ну Я Уже Подготовился Давно Обсудили Это Что 70% Это Талант 10% Это Жизнь Деревна Потому Что Во мне Крестьянская Кровь Течет Я наполовину В общем-то Деревенский Хотя Родился Около Кремля И Вырос Здесь И 10% Это Смерть Матери А 10% Это Как Мне Внушали Что Я Балове Судьбы Везутчик Ну Наверное Потому Что Мне Очень Повезло С Родителями У меня Было Потрясающее Детство Это Несмотря На То Что Я Четыре Года И Маму Не помню Осиротила Ну И тут Не гнали Меня Композитор Один Известный Он Что Ведь Не гонят Тебя Удивительно Не гонят А должны Пригнать Вот Единственное Что С юностью Я рассказывал В 2003 Году Меня Пригласили Посидеть Дементьев И Очень Много Мне Расскал Про свою Жизнь Много Доверил Я Это Все Себе Очень Был Тронут И Он Говорит Ну Мы Сережа Вас Сразу Печатали Я Говорю Ну Там Сначала Копили Стихи Там Был Один Главный По Поэзии Он Говорит Севынка Севынка Еще Доподнос Севынка Севынка Еще Доподнос Это Был Такой Злотник Какой Точный Изобразитель А Глушкова Как раз Вот Эта Регенгардная Она Сказала Что Они Вас Берут Стихи Неужели Они Вам Откажут Нет Они Собирают Там Стопочкой Но Почему Отсылают К Новику Там Был У них Такой Местный А Она Сказала Сережа Только Не Переживайте Если Вы Принесете Медного Всадника Они Тоже Отправят К Новику Ну Вот И Как раз Дементьев Это Смеялся Все Это Сме Вспоминали Так Что Конечно Наверное Регулярный Труд Это Не Подходит Наверное Все Так Озарение Но Постоянное Давление Вот Этих Строг Воспоминаний Вот Все Время Какая-то Во мне Вот Такая Щемящая Нота Почему И Год Назад Я Здесь Выступал И Когда Я Увидел Это Все Я Сказал Давайте Хорошо Я выступлю С вечером И Вот Целый Год Готовили Такой Мощный Вечер Целый Год Вот Это Ну Я Как Сыроги Конечно Но Здесь В общем Мне Очень нравится Здесь Очень Уютно Так Что Я Вам Ответ Вопрос Почти Так же Как На Ваш Так Случилось Так Он Не Как Все Он Не Как Те И Не Как Эти Он Первым Видит На Рассвете Мир Отразившийся В России Так Их С десяток На Народ Но Даже Есть Их С пол Сотни Бог Помогает Им Охот Бог На Заметку Их Берет И Забывает Суете И Мир Спешит Подставить Ногу И Вот Идти На Помощь Богу Кто Никак 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 Те Но Судьбу И Везение Роптать Не Изволь Появляясь На Свет По Закону Природы Назначается Каждый На Главную Родину Она Разлетается На Эпизод Ненасытно Бесшумная Времень Мой Прыгает Насквозь Быстротечные Годы Назначается Каждый На Главную Родину Она Разбивается На Эпизод Ни Сюда Ни Отсюда Ни Нужен Пароль Правда Жизнь Бесшумная Ломает Ни Все Шифры И Кожухи Назначается Каждый На Главную Родину а она разрывается на эпизодах. У меня есть вопрос. Вопрос у меня родился. А вот скажите, пожалуйста, если бы Бог делегировал вам свои полномочия, например, на день, что бы ты изменил на земле? Или что бы ты сделал? Если бы Бог сказал, ну вот, Сергей, земля твоя, сделай что-то с ней, что бы сделала? Или какие стихи посвятила людям? Или что ты сказал? Что бы ты сделал? Ну, я бы попросил у него помочь мне еще раз выступить в этом месте. Это без проблем. Это можешь попросить у нас, Наташа. А все требования, говорит, что тут я бы сам попросил. Ну, а вообще, вот серьезно, что бы сделал? Или что бы сказал людям? Чтобы вот они все бы услышали твое послание. Я бы попросил, чтобы все-таки мои родители. Меня многие убеждают. Я клянусь, вот когда я когда-то пользуюсь успехом, то у меня какие-то было два романа в жизни. Вот когда начинается роман, на пятый день, идиотов не было. Они говорили, как же тебя ведет мама? Вот папа ушел, ушел в ней рождение мамы. То есть у меня, понимаете, у меня одна сенсация, но другая. Это действительно мне повезло. Я бы, конечно, попросил Бога, чтобы он все-таки показал меня сейчас. Такая вот уж у меня... Вот это старинка, я сейчас прочитаю, оно, вот поверьте мне, оно далеко уйдет, оно уже разлетелось, там даже о нем была статья в независимой газете, а потом створили. И оно вот как раз отвечает на этот вопрос, озарение или труд. Ну, конечно, труд, души, мысли. Все-таки, наверное, я не полный идиот. Как папа говорит, я не полный идиот, не полный. Я не сенсорсин. Вот так меня воспитывали. Вот я с вами прочитал про эпизод. Вот продолжение, но оно другое. Вот, кстати, оно и есть там какой-то фильм сняли по культуре. И там вот оно сейчас называется «Здесь». Там люди сами поменяли. Шикарный фильм, там я вместе с таким Юрий Кувалдин. То есть вот они все делали. Потом Яков Камандрея, который вот получил вот этих курсомольцев. Называется «Здесь». Они там просили уже назвать «Здесь». Ну, оно, в общем-то, «Здесь». Что поделать, но здесь не окажешься дважды. На глазах, в небесах растворилась родня. И бушующий мир не исчезнет однажды. Просто в нем в этом мире не станет менять. Не исчезнет весна, ей вытаскивать лето. Или ночь ей готовит рождение дня. Ничего не уйдет. Все останется этом. Просто в нем в этом мире не станет менять. Не исчезнут дожди. Или солнце июля. Да и толпы в час пик. Да и дней беготня. Да и время, что учиться со скоростью пульта. Просто в нем в этом мире не станет менять. Вот такое тоже створение. Ну, вот у меня песня есть, только, в общем-то, одна, которая меня кормила много. И до сих пор порвит. Вот. Киркоров. Первая песня. А вот песня тоже. Я вам сейчас прочитаю. Вот эти все подлеташечки, вот, они, которые, если не брать, там, Высоцкого, вот, они, конечно, все очень любили, плохо поют, плохо пишут, плохо играют. Как Тупорин говорил про утку. Утка плохо ходит, плохо побыт и плохо летает. Вот это старение они с 86-го года никак не могут подобрать мотив. Когда я выступал на Орфее, такая есть музыкальная программа, канал, то там, в принципе, тоже были вопросы. И говорят, что Сергей Львович, вы не переживайте, что песня, потому что у вас очень музыкальная строка. А все время играли шуберты. Я говорю, так это должен быть шуберты? За вас должен быть шума. Шубер. Этих ребят уже нет. Вот. Выходит, кто-то из пике лежат в ладони на штурвале, а кто-то вечно в тупике, а кто-то вечно в тупике, вблизи от шумной магистрали. Он слиться с ней всегда готов, о ней мечтает, как о чуде. Но кто его услышит зов, но кто его услышит зов, то лязги, кропоти и гуды. Он тоже хочет в небеса, в совсем неведомые дали. Взлететь хотят на полчаса, взлететь хотят на полчаса и сесть на шумной магистрали. И ты, кто вышел из пике, резгни опять упасть как камень, чтоб взять того, кто в тупике, чтоб взять того, кто в тупике, в свой синий край заблок. Если у меня так занимался музыкой, то, что я сделал в стихах, конечно, мы вообще вопросы нет, но что-то они не тянуты. Так какие у вас еще вопросы есть? А вот, если говорите, тоже вопрос, откуда стихи, как это происходит. Это тоже, по-моему, удачно получилось. Это все после смерти папы. Сколько раз уже мне приказало долго жить ушедшая родня. Я стою среди пустого зала, чувствуя, что смотрят на меня. В этом зале было многолюдно, были смех и плач и тишина, но в пучине дней исчезло судно, только мачта из литка видна. Это я, мне жить вели ледовка. Это я, не забывая их. Это я, подобие осколка. Это я, оставшийся в жизни. А вот еще такой вопрос, Сергей Родинцев. Если бы ты сам себе задал вопрос, один-единственный, какой бы ты задал себе вопрос? И как бы ты ответил? Один-единственный? Да, вот была бы у тебя возможность задать себе вопрос. Вдруг раздвоился ты, и вот Сергей Таратута задает вопрос, Сергей Таратута. Раздвоил. Какое-то, да. Что бы это был за вопрос, на который бы ты хотел получить ответ? Сам у себя. Скажи, Таратута, зачем ты сюда сегодня пришел? Чтобы доставить всем удовольствие. За славу. За славу. Знаете, без иронии, я говорю, я общался с, ну, в детстве, там, через папу. Вот я вам расскажу, все-таки здесь есть люди творческие, и я все время подкидывают меня в прошлое, потому что меня, видимо, папа все вложил, я от них мало читал, все через него, он сам читал, чтобы я не поршил свои глаза и душу. И вот, как бы мы стоим, вот здесь же все, вот это, почему я месту неудачу, приятно здесь выступать, я работаю сегодня, на износ, хотя я всегда так работаю, но тем не менее, все вот по радиусам, здесь школа эта, которая горела на глазах, мы стояли с мальчиком, сгорит или нет, потушили, это очень. Потом, здесь, где видишь школа 20-й, здесь, вот, допустим, журнал «Юность», там, «Новый мир», где был Виноколов, литературный студия, два года учился, на семинаре он находил. и, конечно, я вспоминаю вот такую вещь, вот, по поводу, какого-то великого человека, вот, мы как-то стояли с папой, там, с одним моим приятелем, ну, это был композитор Рубин, который написал музу к Алешке на любовь, там, ко мне Мухтар, не с той, который Мухтар сейчас там, где собака играет в боках, а тот, где он был, я не смотрел этот фильм, просто видел ко мне одна, актриса знакомая играет, я ей сказал, что он, «Ты хорошо, собаку плохо, ну, как собака может плохо играть?» «Как мы с ней, с собакой, я, я причем не успех, так и собака, собака, собака играет плохо, она так бегает глазами, или надо режиссера, это все режиссерши, наверное, это все, выкладывали, это ужасно, конечно, у них, наздрение, это дело, и вот мы стоим с одним человеком, а он так, ему большим уважением, папа, значит, тоже, он очень любит, цель, я совсем маленький, тут 93 год, он так все нервно поправляет, очки, вот, и когда мы едем в машине, папа мне говорит, что, «Сережа, сынок, я очень хочу, чтобы ты в жизни себя вел, как этот человек, который так с тобой поговорил, это Дмитрий, Дмитрий Шестакович, воспитывал меня, помогал папе, Мера Александровна Прокофьевна, вот она рассказывала, как запретили тронить Прокофьева, как она не знала, что делать с телом, вот, на этом вот, а я, она мне кормила, делала мусс, потому что я помню, когда открывали этот музей, то меня пригласили в выступление, а у меня память все-таки жуткая, я смотрю, что странно, я видел в хат из окна от кабинета Сергея Сергеевича, который, посмотрите, как он уже не составил, что-то он скучался, а у, сейчас, не перешим, он вообще не весят, вы знаете, давайте тогда сделаем пяти минут, перебороть, вот такую внутреннюю печаль, летайте чаще над собой, пока душа в союзе с телом, и жизнь тогда на свете белом, не будет пасмурной такой, наверх от илистого быта, не глядя в стороны и вниз, туда, где солнце диск завис, где вдохновение, как бриз, где ночью дует лунный бриз, и в детство трасса не закрыта, летайте чаще над собой, хотя, конечно, это трудно, не поплывет, по суше судно, простор покинут, глубоко, до сих пор не могу, а уже позади самый длинный отрезок, вспоминаешь об этом не раз на бегу, снова год пролетел, ветер осени резок, лишь бы лед не подвел на последнем кругу, у метро опустили арбузные клетки, с ветром белые ценники вдаль улетели, но цепляются желтые листья заветки, как всегда возродится, надеясь в апреле, осень всюду сегодня, внутри и снаружи, подбираются тихо морозы и вьюги, словно веткам листва, сам себе ты не нужен, окружающий мир, остывающий ужин, где сломалась плита и распущены слуги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok